Влад Лей. Александр Грохт. Инвазия. Книга первая. Глава первая. Штурмсержант Фрэнк Колтон. Личный номер 93-714. «Воющие сирены словно сверла врезались в голову. Всем членам экипажа сохранять спокойствие и оставаться на своих местах». Я с трудом поднял глаза и несколько секунд пытался сфокусировать взгляд, понять, где нахожусь. Воспоминания, как и осознание того, что я здесь делаю, вернулись далеко не сразу. Пока в голове были лишь какие-то обрывки. Сцены из прошлого, нежелающие соединяться в единую картину. Я поморщился, разблокировал капсулу и попытался выскочить наружу. К сожалению, сделать это легко и просто не получилось. Конечности после долгого сна, длившегося не один месяц, совершенно не хотели подчиняться. Однако я, недовольно морщась, все же покинул капсулу и кое-как доковылял к своему шкафчику. Дернул ручку. Ну, конечно же, дверца была заперта. Пришлось наклониться, подставить глаз под сканер, который мигнул, зажегся ярким светом и спустя пару секунд мелодичный женский голос произнес. «Идентификация завершена. Добро пожаловать, штурм-сержант Колтон. Личный номер 93-714». Ящик тут же разблокировался. «Колтон». «Точно. Так меня зовут». Я страдальчески кряхтя достал одежду и заметил шеврон, на котором был нарисован охотник с ружьем, и под ним надпись «Хантерс». Сверху на шевроне мелким шрифтом была «Частная военная компания Кельт». Вспомнил. В моем отряде восемь человек. Мой командир, лейтенант Маркус Грин, и мы наемники, которых наняла какая-то корпорация. Мысли в голове путались, но подсказки я нашел довольно быстро. На капсуле, из которой я вылез, был значок, который я тут же вспомнил. Корпорация «Вилланд». Следом всплыло понимание, где именно я нахожусь. Нашу группу наняли в качестве дополнительной охраны на корабль корпорации. Исследовательское судно «Клаусвитц». Получается, я сейчас там? И что же нам нужно охранять? Ответы пока получить было нет кого, а в отсеке было довольно прохладно. Так что я не стал тянуть и принялся одеваться. Несмотря на мое состояние, одежда уже была на мне через сорок секунд. Ну, а как иначе? Очень часто от твоей расторопности зависит, выживешь ли ты или умрешь. А мне хотелось бы выжить. Я уже совершенно не реагировал на сирену, мигающие лампочки, красные блики на стенах от них, и каждую минуту повторяющиеся сообщения о необходимости сохранять спокойствие. Оно стало уже привычным фоном, который разве что немного раздражал. Да и вообще, все это меня совершенно не касалось. Это сирена для гражданских. Одного того факта, что меня пробудили достаточно, чтобы понять. Корпораты вляпались в какое-то дерьмо, а разгребать его придется мне и остальным бойцам нашего отряда. Впрочем, пока команды разгребать дерьмо не было, я и пальцем не пошевелю. Мне за инициативу денег не платят. Вот если здесь появятся лейтенанты, прикажет. Но никто так и не появился. Лишь, закончив с одеждой, обувью я огляделся. Что за черт? Из восьми капсул, в которых должны были спать члены моего отряда, пять уже были открыты, а остальные полностью обесточены. Но как это может быть? Ведь внутри остались бойцы. Капсулы не могут выключиться просто так. Я подошел к одной из них, попытался протереть рукавом стекло, успевшее запотеть. Твою же! Я отшатнулся, но скорее не от испуга, а от неожиданности. Внутри капсулы все же был боец, и он был мертв. Его лицо исказилось в страдальческой гримасе. Похоже, смерть для него не была легкой. Гиди. Чертов отморозок был настолько отбитым, что его даже выгнали из черных прыгунов сраной космопехоты. Если честно, я и сам его немного опасался. Уж слишком часто он творил редкую дичь, причем начинал это делать на ровном месте. Гиди — сраный эндлап-наркоман, плотно сидящий на бромеровской микстуре. Бичи современности. Эта дрянь медленно сводит тебя с ума. Шаг за шагом ты слетаешь с катушек, пока однажды... Это однажды у всех разное. Кто-то прыгает из окна и расшибается в лепешку, кто-то вышибает себе мозги из отцовского ружья. Ну а кто-то направляет целый звездолет в верфь, в результате чего забирает с собой на тот свет уйму народа. Вот и Гиди, как мне кажется, уже близок к этому. И уйти он захочет, как сам говорил, выистинным вейкингам, с оружием в руках, окруженный врагами. Вот только что он будет делать, когда решит, что время пришло, а врагов вокруг нет. Уж не попытается ли захватить нас с собой? Всегда, когда он был рядом, приходилось за ним приглядывать. Вдруг микстура ударит в голову, и этот ублюдок решит воткнуть мне нож в бок. Сдох в капсуле, как сраный разнорабочий колонист. Туда тебе и дорога, Гиди. Если бы не твой брательник-лейтенант, давно бы сам пристрелил. Тем не менее, капсула Гиди почему-то отключена. Почему? Еще в нескольких капсулах трупы. Остальные пустые. Что за херня и где остальные? Все эти мысли пронеслись в моей голове, и я обернулся, каким-то шестым чувством ощутив на себе чей-то взгляд. Обшарил помещение глазами, но так никого не заметил. Да и ощущение чужого взгляда исчезло. Зато пока осматривался, обратил внимание, что одна из капсул, где тоже должен был быть боец, помята, будто кто-то лупил по ней молотом или кувалдой. О-о-о, а это уже похоже на пулевые отверстия. И, судя по их диаметру, били из пистолета. Капсула рядом была и вовсе искорежена, изорвана, будто кто-то руками пытался вырвать дверь, выгибал ее на себя. Возле этой капсулы виднелась лужа, уже успевшей засохнуть крови. «Да что тут вообще происходит?» В очередной раз растерянно задал я вопрос про себя. Лишние мысли отошли в сторону. «Если не знаешь, что случилось, не можешь уехать в ситуацию. Вопросы лучше задавать потом, а пока нужно сделать все, чтобы выжить. Сделать это проще всего в броне и с оружием в руках». Бронекостюм Эхо-2БД-14. Старый и верный, ни разу меня не подводивший. Хотя прошел через столько всякого дерьма, что удивительно, как он до сих пор и еще в рабочем состоянии. А хотя уже сбился со счета, сколько бронепластин у нем поменял. Ни одной родной не осталось. Я щелкнул фиксатор и подергал нагрудник, проверяя, как он сел. Вот так. Какие там черные прыгуны? Какие там десантники? Эти сосунки в своих скорлупках нервно курят рядом с моим Эхо. Пусть костюм старый, но не бесполезный. Во всяком случае, шайбу из пуколок тех же черных прыгунов легко выдержит. А дальше, пока они будут стоять, открыв рты от удивления, Уже я и мисси выбим из них все дерьмо. Кстати, о ней. Я схватил свою любимую и нежно погладил приклад. Привет, милая, давно не виделись. Импульсная краткоствольная винтовка со сбалансированной автоматикой, любовно подогнанная под мои параметры с применением лучших элементов оружейного тюнинга, которые я смог добыть. Эта девочка всегда со мной, куда бы я ни отправлялся. Именно она спасла мою задницу, позволяя выпутаться из, казалось бы, безвыходных ситуаций. На счету мисси столько засранцев, что я уже и со счета сбился. Хотя, чтобы не забивать голову, у меня были зарубки на прикладе. Давняя традиция, которую я придумал, будучи еще совсем зеленым и глупым. Я о которой не забывал даже спустя 15 лет службы, уже будучи в составе кельт. Хотя, конечно, приклад, если мне память не изменяет, менялся уже как минимум три раза. Щелк. Магазин встал на место. Щелк. Отвел и отпустил затвор. Клик. Переключил режим огня и вернул ползунок предохранителя на место. Тактический фонарь, умный прицел. Все на месте. Миниатюрный экран сбоку от прицела тут же высветил мне цифру 69. Полный магазин и один патрон уже в стволе. К черту ту дебильную инструкцию, из которой нельзя держать оружие с загнанным ствол патроном. Дерьмо это, собачье. И самострелы из-за этого могут себе обеспечить только сосунки и полные дегенераты. А у меня, мать его, нету времени щелкать автоматом, когда внезапно появится враг. К черту законников и их бумажки. Пусть подотрутся ими. Далее в разгрузку костюма и шкафчика перекочевали запасные магазины. В рюкзак отправилась коробка с патронами, а на пояс шок-гранаты. Парочка штурмовых и фосфорная. Ну и последний за пояс зацепил аптечку, конечно же. Следом достал персонализированную систему связи, комплексы с кодированной радиостанцией, использующейся в нашей команде, и беспроводной гарнитуры с распознаванием владельца по ДНК. В руках любого постороннего эта рация просто не будет работать, станет бесполезным хламом. В моих это мощное и дальнобойное средство связи и координации в бою. Теперь настала очередь связи. В ухо таблетку с динамиком, к шее прилепил звукоуловитель. Ненавижу эту дрянь, кожу раздражает неимоверно, но зато не отпадает, что не делай. Затем вставил в паз бронечип, обеспечивающий кодировку и декодировку сигнала. Комплект 722 проводит идентификацию пользователя. Идентификация завершена. Проверка работоспособности. Повторите код. Креол 71. Креол 71. Послушно повторил я. Принято. Выполняю корректировку громкости динамиков и чувствительности микрофона. Комплект 722 готов к работе. Ну вот и славно. С этой штучкой я легко могу докричаться до любого члена своей команды в радиусе нескольких десятков километров. Никогда не сбоит и не подводит. Отличная вещь. Вот только после включения и попытки выйти на связь с лейтенантом я услышал в динамике лишь белый шум, перемежающийся с какими-то щелчками. На всякий случай проверил работоспособность гарнитуры, перезагрузил ее. Но это не помогло. Может сломалось. Не знаю, вроде ж ничего такого во время проверки не обнаружилось. Все равно оставлю включенный. Просто выставлю звук на минимум, чтобы не слышать этот чертов шум. Последним с полки я забрал свой револьвер, принадлежавший еще моему деду. Ушки уже не одно столетие, и она все еще как новая. Пожалуй, этот подарок дедушке самое дорогое, что у меня есть. Казалось бы, что может быть архаичнее револьвера? Может и так, вот только с моим шутки плохи. РШ-12 не вышел у массовое производство, хотя и был в свое время заочно известен многим любителям больших пушек. Да только известен был исключительно внешним видом, основными ТТХ, а в руках его никто из гражданских не держал. Видно, пушка эта досталась спецслужбам, была на вооружении бойцов особых отрядов. Когда-то специально интересовался этим вопросом, и когда узнал, знатно удивился. Одетый и прадед мои явно были непростыми вояками, какими пытались казаться. Слонобой, как прозвали этот револьвер, воистину мог творить чудеса. Мой любимец способен шарахнуть не хуже дробовика. К черту продырявит стену и урага за ней, и плевать, в бронежилете был враг в полном костюме или вообще в боевом скафе. А еще есть забавная мелочь. Своим револьвером классно пугать всяких уродов, или же брать их на слабо, предлагая шарахнуть из моего слонобоя. Всегда веселила то, с каким благоговением глядят на мою пушку, думая, будто у нее дикая отдача, способная оторвать руку. Ведь отдача-то совсем небольшая. Настоящее произведение искусства такого нынче уже не делают. Револьвер занял свое привычное место в специально проделанном клапане на груди костюма, позволяющий мгновенно выхватить его и не потерять при быстром беге или прыжках. Когда я уже собирался уходить, обратил внимание, что слева шкафчик не закрыт до конца. Будто бы кто-то в попыхах пытался захлопнуть, но оплошал. Дверь не достала до замка, не защелкнулась. «Ну-ка». Этот шкафчик принадлежал Питу Коусону, проснувшемуся раньше меня и куда-то исчезнувшему. Куда он отправился, я без понятия, но явно спешил. Не все из ящика забрал. Дурень. Я прихватил пару запасных магазинов для миссии, благо боеприпасы для штурмовых винтовок и магазины были унифицированы для всего отряда. Проходя мимо шкафчика гиди, я с сожалением задержал на нем взгляд. У этого ублюдка был неплохой дробовик, хорошо бы его забрать. Да вот только как шкаф скрыть? Эх, к черту. Сенсорная панель у двери была вся заляпана кровью, но сработала штатно, когда я к ней прикоснулся. Красные аварийные лампы тускло освещали коридор, но тем не менее я смог разглядеть подробности. Что за черт? Тут что, бой шел? Стены все в следах от попаданий, на полу куча гильз, следы крови. Становится все веселее и интереснее. У меня появляется все больше вопросов. Что за сражение тут произошло? Почему? А главное, кто с кем стрелялся и кто в конце концов одержал вверх? Но кто бы тут не воевал, было это давно. Кровь, как и в криотеке, успела засохнуть. Нет ни одного трупа. Я шагнул через порог и тут же наступил на нечто напоминающее серо-зеленый мешочек. От давления эта хрень лопнула, на палубу брызнула грязно-желтая вязкая жидкость. Фу, твою же мать! Это еще что такое? Мерзкая слизь, словно клея тянулась от пола к ботинку, стоило только поднять ногу. Я обрезгливо вытер подошву, оближайшую вентиляционную решетку и только потом двинулся вдоль коридора. Мерзкая слизь, словно клея тянулась от пола клея тянулась от пола клея тянулась. Мерзкая слизь, словно клея тянулась от пола клея тянулась от пола клея тянулась от пола клея тянулась.